Террористы были разгромлены, в том числе развал Советского Союза, разрушил и равновесие геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мировое устройство, в котором только его воля, его культура, его интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается, уходит в прошлый однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времён окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. Таким образом происходит захват рынков и ресурсов. Такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или целой цепью конфликтов, что представляет собой угрозу для человечества, в том числе и для самого Запада. Конструктивно, созидательно разрешить такое противоречие – вот главная сегодняшняя историческая задача. Смена вех – процесс болезненный, но естественный и неизбежный. Будущее мировое устройство формируется на наших глазах, и в этом мировом устройстве мы должны выслужить всех, принять во внимание каждую точку зрения, каждый народ, общество, культуру, каждую систему мировоззрений, идеи и религиозных представлений, не навязывая никому единой истины. И чем раньше, тем лучше. Единство человечества не строится по команде «делай, как я», «будь, как я». Оно формируется с учётом и на основе мнения всех, с бережным отношением к идентичности каждого общества и народа. Именно на таком принципе может развиваться долгосрочное взаимодействие в многополярном мире. В этой связи, возможно, стоит подумать и о том, чтобы структура Организации объединённых наций, в том числе её Совета безопасности, в большей степени отражала именно многообразие мировых регионов. Ведь от Азии, Африки, Латинской Америки в мире завтрашнего дня будет зависеть намного больше, чем принято считать сегодня. И такой рост их влияния, безусловно, позитивный. Западная цивилизация не является единственной даже на нашем общем евразийском пространстве.